Пошла военная училища. Те, кто еще, допустим, в 1938-м хотел стать, ну, скажем, врачом и юристом, писателем, они изменили свое мнение, и эта молодежь пошла в танковые, артиллерийские училища, училища связи, да, чтобы стать командирами Красной Армии. Так уже зависело состояние здоровья, кого куда смогли взять. Другое дело, что к 41-му году они еще не стали полноценными офицерами и командирами. А не только-только, и многие успели закончить учебу, попали в однезапевную круга и там погибли, они не получили настоящего опыта офицерами, они действительно еще не стали в полном понимании, как, допустим, считали германских. Я считал по-германскому, если так можно выразить стандарты. Эти новоиспеченные лейтенанты еще только-то предстояло учиться. Кстати, еще, вот я вспомнил очень хорошую реплику. В дневнике одного советского танкиста, который в осени 44-го участвовал в освобождении Эстонии, есть прекрасная запись, когда они просят на каком-то худре молочка у местной старушки, да им отказывают недавно никакого-то молочка, были до вас уже какие-то танкисты, все выпили. Я, в общем, очень бедная. И тогда танкист сказал своему помощнику, надо помочь старушке, ты обязательно запиши в колхоз. Бабушка сказала, нет-нет-нет, я молоко принесу, только не колхоз. Колхоза не надо. И последнее. Вы говорили, что нету работ о морально-психологической подготовке в Красной Армии. Действительно, я не могу вспомнить, может быть, я пропустил, мои коллеги подскажут, что специального, может быть, монографии или коллективного большого труда нет. Есть отдельные статьи, извините за самую рекламу, мои в том числе, где я просто пытался коснуться по письменам предвоенного периода и первых месяцев начала Великой Отечественной войны действительно настроения солдат и офицеров Красной Армии, которые только что призывались. В силу определенной специфики меня интересовали письма и дневники солдат и офицеров евреев. Как те, кто уже начал службу, допустим, в 1939 году, так и те, кто уже спешил в призыв или пошел добровольцем в 1941. Как это не парадоксально. Даже вот уж кому-кому надо было знать, с кем придется столкнуться, как неевреи в СССР. И они определенную информацию имели о том, кто такие фашисты. Были уже и беженцы из Западной Европы, из Германии, из Польши, которые могли рассказать. И в общем-то в 1938, 1937, до 1939 года советская пресса много писала, какие ужасные фашисты, как они издеваются над евреями, что такое хрустальная ночь. Все это было достаточно хорошо описано. И карикатуры в советской прессе выходили массовым тиражом. Даже эти люди совершенно не догадывались, с кем им придется столкнуться. Что их ожидает? К сожалению, могу даже процитировать, что даже более старшее поколение, скажем, не 20-летние, а 35-40-летние, ассоциировали германский фашизм, но скорее, может быть, с проклятым царским режимом. Его преследовали национальную жизнь, с чем-то оседлась и ущемлением евреев. Потому что даже один человек в 1941 году, 22 июня, отправляясь в инкоман, писал, маме, ты помнишь, что вытворял с нами царский режим, но теперь проклятые фашисты хотят вернуться. Эти люди даже не представляли, что это не царский режим. Потому что это совершенно другой режим. Ну что же тогда говорить о представителях и других национальностей Советского Союза, которые, казалось бы, формально ничего не угрожали. Действительно, воины Красной Армии совершенно не знали, с кем им придется столкнуться. Ни с рабочими, ни крестьянами, одетыми в германскую форму. И совсем не с обманутыми нацистами, угнетаемыми и трудящимися. Как раз германский солдат был хорошо подготовлен, что им предстоит воевать, и точнее просто уничтожать недочеловеков. Его к этому готовили долго, целенаправленно и, к сожалению, успешно. Спасибо.